Привет, друзья! Если вы едете в незнакомую страну впервые, велика вероятность, что вы можете заблудиться. Заблудиться в чужой стране. Звучит страшно, не правда ли? Кстати говоря, самое забавное то, что если это даже не первый ваш раз, все равно вероятность потеряться в незнакомых переулках достаточно высока. Собственно говоря, об этом мы и будем сегодня говорить. При отправлении в чужую страну от вас не ожидается свободного владения языком. Вы можете владеть несколькими языками, но вряд ли вы сможете выучить языки каждой страны, в которую вы отправляетесь. Поэтому достаточно освоить хотя бы определенные слова и базовые разговорные фразы заранее. В целом, исходя из личного опыта, могу сказать, что если вы хотите упростить себе задачу и не заморачиваться каждый раз на изучение нужных фраз, вы просто можете выучить английский. Возможно, вы немного помучаетесь, зато один инструмент общения у вас уже всегда будет при себе. Сегодня во многих странах есть те, кто говорит по-английски. В большинстве стран люди почти всегда готовы помочь. К тому же спросить дорогу – отличный повод поговорить с людьми, в случае, если вы чувствуете себя одиноким. Главное, не забывайте быть вежливыми и приветливыми. Обязательно используйте такие слова, как «спасибо», «привет», «извините». Не беспокойтесь о языковом барьере. Даже если ваше знание языка несовершенно, достаточно просто быть доброжелательным, ведь улыбка универсальна. Между прочим, спрашивая дорогу у местных жителей, вы убиваете двух зайцев одним выстрелом. Отличная практика с живым человеком, плюс полезная информация. Главное, советую учитывать общий менталитет определенной страны. Конечно, вы всегда должны знать адрес местонахождения, номер телефона и окрестности того места, где вы остановились. Однако, помимо этого, вы можете сделать еще один шаг вперед. Например, познакомьтесь с персоналом, работающим в районе вашего проживания. Главное, будьте дружелюбными. Заведите разговор на любую тему. Расскажите, кто вы и откуда. Ну и, конечно же, не забудьте поинтересоваться собеседником. В большинстве случаев люди устают от монотонной работы и вовсе не прочь немного поболтать. К тому же никогда не знаешь, когда и кто тебе понадобится. Непринужденная беседа с персоналом – это как раз тот случай, когда и вам полезно, и им приятно. Иногда знание вариантов передвижения может значительно облегчить ваше путешествие. Независимо от того, что вы хотите сделать. Сесть на поезд, покататься на велосипеде, взять автомобиль на прокат или прогуляться пешком. Перед тем, как странствовать по чужим ландшафтам, убедитесь, что у вас есть представление о том, как это сделать. Изучите автобусные компании онлайн, найдите отзывы тех людей, кто уже путешествовал по той же местности. Желательно постараться получить максимально целостное представление о том, каким был опыт других людей и с какими возможными трудностями придется столкнуться. Это действительно очень важный пункт, потому что путешествие в целом – вещь спонтанная. Очень трудно предугадать, когда и что пригодится. В любую секунду у вас может поменяться настроение, и вы можете сделать неожиданный крюк. Или решите отклониться от намеченного пути и отправиться в другую область. Хранить карту путешествий при себе – отличная идея. Только очень важно, чтобы вы не просто носили эту карту с собой для красоты, но и были с ней знакомы, хотя бы в общих чертах. Например, выделите район, в котором вы собираетесь остановиться. Можете использовать красный маркер, чтобы обвести его. Проверьте свои навыки картографирования, изучив, как вы можете добраться до ближайшего пункта назначения по карте. Например, если рядом с вами находится ресторан или пекарня, попробуйте добраться до них, используя карту. Конечно, в местах, где ловит интернет, вы всегда можете воспользоваться Google-картой. Но это не отменяет того, что с ней необходимо познакомиться. Еще один отличный способ добраться до места и при этом не потеряться – связаться с онлайн-группой или организацией в социальных сетях, которые уже находятся в месте назначения. Познакомьтесь с членами группы, узнаете о них и об их профессиях. Многие из этих туристических групп вы можете найти в Facebook. Сообщите им, что вы направляетесь в этот район и при необходимости задавайте наводящие вопросы. Будьте разумным путешественником. Посмотрите, сможете ли вы собрать хотя бы один-два телефонных номера. Таким образом, даже если вы заблудитесь, у вас будет кто-то, кому вы сможете обратиться. Это замечательный лайфхак. Так у вас всегда будет своего рода подстраховка. Ну и заодно будет нескучно. В ход можно пустить и свои навыки фотографирования. Например, если вы оказались в незнакомой местности, вы всегда сможете достать телефон и показать прохожему место, в которое вы пытаетесь вернуться. Местные жители всегда смогут направить вас обратно в нужный район. Несложно и в то же время практично. К тому же у вас останутся фотографии на память. Это будет сложно, но если вы заблудились, последнее, что вам следует делать, это паниковать. Именно в этот момент вам понадобится абсолютная ясность в мышлении. Относитесь скептически ко всему, с чем сталкиваетесь, и будьте бдительны. Если на улице ужасная погода, темнеет и мало людей, а вы заблудились и потеряли карту, не стоит бросаться на ее поиски. Карты нет. Следует принять этот факт и принимать решение, исходя из того, что вы имеете на данный момент. Если вы идете пешком и не можете найти дорогу, вызовите такси. В некоторых городах, особенно старых, порой так много извилистых переулков и дорог, что все они начинают выглядеть одинаково. Как понять, что район, в котором вы оказались, не самое подходящее место для одиночных прогулок? На самом деле, в большинстве случаев человек инстинктивно чувствует, что что-то не так. Поэтому, как только вам становится не по себе, это звоночек, что следует предпринять какие-то меры. Пока вы получаете необходимую помощь, например, ждете знакомого или такси, зайдите в местную кофейню или ресторан и закажите что-нибудь, что не пробовали. Если вы видите неподалеку хороший магазин, зайдите и купите себе что-нибудь памятное. Так вы обрадуете себя новой безделушкой и в то же время будете чувствовать себя в безопасности. Этот способ особенно хорош, если на улице уже начинает смеркаться, а поблизости никого нет. Ну, если вы, конечно, ходите в спортзал пять раз в неделю и выглядите как Дуэйн Джонсон, то эта рекомендация для вас вовсе не обязательно. На самом деле, заблудиться в незнакомой местности это нормально. К тому же добавляют путешествию незабываемую изюминку. Главное, будьте осторожны и разумны.